Всем привет, дорогие друзья! Сегодня набрала вот такую вот мисочку крапивы, чтобы приготовить детям суп из крапивы. Буду готовить я его в Алжире первый раз. Вообще не знала, что тут растет крапивка, пока они принесли мне маленький отросточек. И я очень пыталась его сохранить, чтобы он как-то отжился. А в итоге у нас появилось очень много крапивы. И куда ее девать? Конечно же, варить витамины суп. Ну, давайте обо всем по порядку. С вас лайк, подписка. Поехали! На данный момент, смотрите, как эта крапивка тут у нас разрослась. Сонечка, подожди. Она просто заполонила все место клумбы. Теперь у нас за место цветов растет крапива. Вот эта вот крапива уже видно, что очень старенькая, прямо она сухая. А вот эта же деда новая. И еще в других местах... Кстати, смотрите, расцвели у нас тут цветочки. На самом деле все уже... Большая часть красивых растений отцветает, когда деревья цветут. Вот. Но у меня есть видео на канале «Цветущий алжир». Называется ссылочка в правом верхнем углу. Каждый год не надо снимать, я думаю. Вот. Еще крапива выбрал тут место. Вот здесь она растет. И, по-моему, еще есть в других местах. Сейчас посмотрим. А может нет? Нет, вроде бы в других уже нет. Здесь просто растения. В общем, почему-то ей понравилось. Хотя я сажала, сажала. Вот это у нас сирень. Отцвела она уже. Была маленькая фиолетенькая. Она у нас такая слабенькая. Не выросла крапива там. А вот здесь, под яблоней. Вот с этой стороны, вообще, понравилось ей. Как это географическое расположение. Поэтому прихватила я ножницы, мисочку. Сейчас порежу тут свеженькой крапивки. А вот, кстати говоря, о том, о чем я говорила, что деревья уже отцвели. Да, они не просто отцвели, а уже образовались тут плоды. Посмотрите, какие абрикосики уже большие. Конечно, когда это было все в цвету, это было восхитительно. Это суп моего детства. Его очень часто готовила моя мама и бабушка. Правда, готовили они его вместе с щавелем. Такое сочетание очень вкусное и удачное, скажем так. Щавеля у меня нету. Поэтому буду делать только из крапивы. Посмотрим, как оценят ли мои дети. Вообще, крапивку в идеале используют самую маленькую, свеженькую. Но я постаралась взять молодую крапиву. Думаю, что тут тоже есть витамины. И давайте же уже приступим готовить. Что мы начнем делать? Это первым делом зальем крапиву кипятком. И пусть она так постоит пару минуточек. Варить я ее не буду. Просто вот аж пара кипятком. Для того, чтобы она не была колючей. Как-то продезинфицировать, промыть. Сейчас поставим варить окурочку на бульон. Зальем водой. Поставим на газ. Ну и, конечно же, не упустить пену. Курица на газу. И я сразу же добавлю в нее специи. А именно это соль, черный молотый перец. И немножечко сухой петрушки. Пусть варится. Пока крапива ошпаривается, почистим лук, чеснок, морковку. Потрем на терке. И немножечко будем обжаривать на сковороде. В небольшом количестве масла. Морковку на терке. Чеснок на терке. Лук мелко порезли. Добавила подсолнечное масло. И сейчас сделаем зажарочку. Крапива ошпарилась. Теперь она не колючая. Можно ее спокойно нарезать. Для дальнейшего приготовления. А водичку, в которой она запаривалась, я перелила в банку. Потому что все равно она выпустила множество витамин. И можно использовать в качестве ополаскивателя для волос. Либо замороживаю кубики льда, чтобы обтерять лицо. Крапиву я мелко порезала. Вместе со стеблями. Брала, старалась, по крайней мере, молодую. Поэтому она сварится и не будет жесткой. Сейчас будем добавлять ее вот в эту вот зажарочку. В зажарку я добавлю все те же специи. Немножко соль, черно-молотый перец и сушеная петрушка. Не знаю, конечно, как понравится моим детям или нет. Потому что, как вы видите, в русской кухне используется не такое великое количество специй. И, наверное, арабским людям русская еда кажется немножечко пресной. Посмотрим, интересно мне даже, как мои дети будут кушать этот суп или нет. Зажарка у меня готова. Варится, доваривается курица. Осталось подготовить картошку. Курица у меня уже практически сварилась. Поэтому буду добавлять сюда остальные ингредиенты. А именно картошку и нашу обжарку. И еще немножечко поварим, чтобы доготовились до конца все овощи. И отдали свой прекрасный вкус и витамины. Ну и в самом конце взобьем яичко и добавим в суп. Вот и все. Теперь осталось остудить мясо, разделить его на кусочки и разливать суп по тарелкам. Будем пробовать. Первым положила детям на пробу. Я уже попробовала и поняла, что положила мало крапивы, много очень положила лука. Варила я вот на один раз только попробовать и все. Мне понравилось. Конечно, не так, как было в детстве у мамы и у бабушки. Но у каждой хозяйки свои хитрости и секреты. И суп получился достаточно вкусный. Поэтому я его с удовольствием поем. А дети сейчас посмотрю, как они отреагируют на все это. Дети приступаем к дегустации. Ну, говори по-честному, Ахмед. Очень слабый, не вкусный. Обычный. Обычный? Такой. Какой? Как хумус с картошкой. Как хумус с картошкой похож. Вот этот суп, вот этот похожий. Ну, лучше я пойду. А то это не вкусно. Не распробовал, да, Ахмед? Я лучше. Просто надо привыкнуть. Зато здесь очень много витаминов. Буду докушивать я. До новых встреч, друзья. Мама так старалась. Субтитры сделал DimaTorzok